Не секрет, что развитие экономики требует модернизации профессионального образования и современной инфраструктуры подготовки квалифицированных специалистов. При помощи национального проекта образования и федерального проекта «Молодые профессионалы» в Славянском электротехнологическом техникуме была открыта отличная учебная лаборатория по компетенции обслуживания и ремонта оборудования релейной защиты и автоматики. Эта лаборатория оснащена новым оборудованием, соответствующим требованиям государственного образовательного стандарта и техническим описанием WorldSkills. Она позволит сформировать условия для создания опережающей подготовки кадров, минимизируя при этом кадровый дефицит. На открытии лаборатории побывали глава Славянского района Роман Синеговский, председатель совета Григорий Литовко, представители энергоснабжающих организаций нашего муниципалитета, где проходят практику студенты и в дальнейшем работают многие выпускники СЭТа. Я считаю, что это очень важно, потому что наша задача, задача старших, задача власти воспитать наших детей, приспособленных к жизни. То есть сегодня мир меняется, все вы видите, мы живем с вами уже в информационном мире. И для того, чтобы завтра вы были востребованы на своих рабочих местах, получили профессию, вы, конечно же, должны быть образованы с учетом нашей сегодняшней реальности, с учетом новых технологий и новых возможностей, которые есть. Директор техникума в своем выступлении отметил, что открытие лаборатории – важный рубеж в развитии профессионального образования, и это открывает новые перспективы. Практика – это основное. А для того, чтобы получить соответствующую практику, необходимо соответствующее оборудование. И вот та лаборатория, которая оснащена благодаря федеральному и региональному проекту «Молодые профессионалы», она позволяет как раз осуществлять вот этот практико-ориентированный подход. Студенты получили прекраснейшую возможность в течение всего периода обучения изучить то оборудование, с которым им придется работать непосредственно на производстве. И работодатель, когда получит такого студента, никогда им не скажет, теперь забудьте, чему вас учили, и мы будем учить вас по-новому. Я очень рад, что у нас открылась такого типа лаборатория, потому что оборудование, установленное здесь, позволит получить хорошие навыки и знания, которые очень пригодятся в будущей работе. И к тому же великолепные преподаватели очень хорошо нас обучают, поэтому будущие электрики в хороших руках. Деньги, вложенные в оснащение лаборатории, окупятся старицей. И самое главное – работодатели получат молодых специалистов более высокого уровня. Студенты, которые обучаются по специальности электростанции, сети и системы, и по профессии мастер по ремонту электрооборудования, электростанции и сетей, на выпуске сдают демонстрационный экзамен. И вот наличие такой лаборатории позволит им уже на выпуске, а первый выпуск у нас будет в 2021 году, сдать демонстрационный экзамен. А это независимая экспертиза, которую принимают эксперты, сертифицированные. От лица студентов всех присутствующих приветствовала вокальная группа «Гармония». Пусть тебе придет удача, если честно ты прожил. Пусть судьба тебе назначит то, чего ты заслужил. И вот наступил самый торжественный момент мероприятия – перерезание красной ленты. Затем директор техникума провел небольшую экскурсию для почетных гостей, в ходе которой он рассказал об оснащении новой лаборатории и открывающихся возможностях. Александр Осмачкин продемонстрировал кабинеты информатики, оснащенные интерактивными панелями и комплектами ноутбуков с программным обеспечением. Это оборудование позволяет использовать динамические возможности кабинета и помогает создавать здоровую и интересную учебную среду. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».